Прям как в низду, глухая. Ну что, с главы начнем. Все хорошие дела должны начинаться с молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поднималась зорька над хребтом горбатым, Пробивалось солнце сквозь туман проклятый, А с рассветом снова по незримым тропам По земле афганской долго еще топать. А с рассветом снова по незримым тропам По земле афганской долго еще топать. И тоскуют струны по остуденным росам, По девчонкам юным, золотоволосым. Не грустите струны, струны перестаньте. Мы ведь с вами струны, служим здесь в шинданте. Не грустите струны, струны перестаньте. Мы ведь с вами струны, служим здесь в шинданте. А быть может ветер, что траву качает, Унесется от горы все наши печали. Где б мы с легким сердцем чистый воздух били, Среди трав пьяящих на лугах России. Где б мы с легким сердцем чистый воздух били, Среди трав пьяящих на лугах России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Размахнется удаль горизонт огромный, Мы уйдем с друзьями в кул аэродромный. Нас винты поднимут над землей авгасской, И домой спецрейса ляжет путь обратный. И домой спецрейса ляжет путь обратный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неожиданное такое начало. Вообще я планировал поднимала Зорька спеть позже. Это все по Фрейду. Как началось, так и началось. Во время майского концерта в гнезде глухаря Многие зрители мне передавали записки с просьбой Спеть ту или иную песню из афганского репертуара. Но, к сожалению, программа была ограничена временными рамками, И некоторые песни оказались за бортом. Сегодня я попытаюсь исправить эту недоработку. И зрители услышат те песни, которые я не пел в мае. Ну и, конечно, хотелось бы напомнить, что сегодняшняя программа анонсирована в афише гнезда глухаря как концерт, посвященный Дню работников органов госбезопасности Российской Федерации, который мы отмечали 20 декабря. АПЛОДИСМЕНТЫ Я пенсионер ФСБ, прослужил около 20 лет. В органах комитета госбезопасности СССР. И к этой торжественной дате я имею самое непосредственное отношение. Вы знаете, концертную программу я бы хотел начать с песни из кинофильма «Ошибка резидента». Ну, безусловно, вам всем хорошо известна песня Евгения Аграновича, которую исполнял Михаил Иванович Ножкин в роли Бекаса в этом кинофильме. Почему я хотел бы начать с этой песни? Вот и игра актера, и сам фильм произвели тогда на меня неизгладимое впечатление. И я вам скажу честно, стали одним из побудительных мотивов идти на работу в органы госбезопасности. Ну, давайте попробуем. Я в весеннем лесу Пил березовый сок, с ненаглядной певуньей в стогу ночевал, Что имел не сберег, что любил потерял. Был я смел и удачлив, а счастья не знал, И носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью Самурских дорог, Где не пахли цветы, Не блестела луна. И окуркия за борт швырял в океан, Проклинал красоту островов и морей, И бразильских болот, Малерийный туман, И вино кабаков, И тоску лагерей. Зачеркнуй бы всю жизнь, Да сначала начать Полететь к ненаглядной Певуньи своей. Да вот только узнает, Ли Родина мать Одного из пропащих Своих сыновей. Я в весеннем лесу Пил березовый сок С ненаглядной певуньей В стогу ночевал, Что имел не сберег, Что любил потерял. Был я смелый, удачный, А счастья не знал. Хотел бы несколько теплых слов сказать о Михаиле Ивановиче Ножкине. Мне посчастливилось с ним встречаться несколько раз. Первый раз это было в Донецке в начале 80-х, когда Михаила Ивановича пригласили на встречу с сотрудниками Донецкого управления КГБ. Михаил Иванович пришел с гитарой, Исполнял свои песни, читал стихи. Наши технические работники оперативно сделали, Размножили его фото, И после концерта мы подходили к нему, Брали автографы. У меня такая фотография с его автографом хранится в архиве. Изумительной души человек, Прекрасный актер, Великий поэт, Патриот России. Мне довелось также встретиться с Михаилом Ивановичем в 2020 году, Уже в Москве, на День ветеранов боевых действий, Который замечательно отмечался в организации «Герб и знамя», В состав правления которой Михаил Иванович входит. Эта организация, костяк которой составляют офицеры 4-го каскада, Стала инвестором в 2021 году по записи и выходу в свет альбома «Будь проклята война». Пожелаем Михаилу Ивановичу долгих лет жизни и творческих успехов. Возвратимся к нашей истории. Перенесемся на 43 года назад. 1980 год. В течение двух дней, 11 и 12 августа, Наша команда «Карпаты», Отряда КГБ СССР «Каскад», Переместилась со всем личным составом, техникой и вооружением В район города Шинданда, В провинции Герат. Там начались наши боевые будни. Параллельно в свободное от боевых будней время Рождались и записывались на бытовой магнитофон Первые песни. В поселке Адраскан в Лизишинданда Я в Духане купил бытовую магнитолу портативную Стал возить ее с собой в бронетранспортере. Хотелось оставить память о звуках, О необычных звуках, Которые сопровождали нас с первого времени, С первых минут пребывания в этой стране. Это и служба мулы в мечети, И звуки реактивных самолетов, Взлетающих с аэродромов Шинданда, И звуки боя, Много чего другого. Тогда я еще не думал, что эти записи можно использовать В качестве фона Для каких-то песен. Потом, к счастью, это пригодилось. Всего в Афганистане я записал, Можно сказать, почти студийно Три аудиокассеты. Студийно, но я вам потом расскажу, Как они записывались, Какая студия была. Вот, если кто-то помнит первую кассету, Там песня «В ту ночь», Где рассказывается о вводе в Афганистан 103-й Витебской дивизии ВДВ. В начале песни звучат тревожные звуки морзянки. Эти звуки мне отбили наши радисты. В песне «Кабул далекий» Звучит молитва мулы в мечети, А в песне «Афганской» Слышны звуки ведущегося боя. Ну, правда, не в окрестностях Кабула, А в уезде Шиндан. Ну, послушайте песни из вышеперечисленных. В ту ночь пришёл сигнал в казарму к нам, Десантникам тревогу объявили, И нас уже ведут по кораблям. Маршрут давно на карте проложили, И нас уже ведут по кораблям. Маршрут давно на карте проложили, Впервые мы не взяли парашют. Зато рюкзак патронами набили, Сигнал пошёл, сирену не дают, И рамку для прыжка нам не открыли, Сигнал пошёл, сирену не дают, И рамку для прыжка нам не открыли. В ночи летит могучий караван, Людьми и техникой набитый, Сказали нам, летим в Афганистан, Спасать народ амином с толку сбитый, Сказали нам, летим в Афганистан, Спасать народ амином с толку сбитый, И шесть часов прошли, как пять минут. Хотя идём согласно распорядку, Нас полосы огни к себе зовут, И караван заходит на посадку. Нам на раздумья время не дано, Оружие своё готовим к бою, Войну видали только лишь в кино, А здесь придётся жертвовать собою. И вот вдруг скрежет танков об асфальт, В Кабул машины с грохотом вошвались, Под их напором крошится базальт, И горы грозным гулом отозвались. И этот гул пройдёт по всей стране, Словно сигнал убийцам трепещите, Ваш прах осядет пылью на броне, Пощады у десанта не просите. Ваш прах осядет пылью на броне, Пощады у десанта не просите. В ту ночь пришёл сигнал, Казар мукнал. Ещё одна песня из тех, Которые я не исполнял здесь в Мае, Называется «Кабул далёкий». Как будто далёкий и безжизненная степь, Пейзажи эти надоели мне по горло, Ты многих не дождёшься, сыновей. Земля родная, плачь, рытай от горя, Ты многих не дождёшься, сыновей. Земля родная, плачь, рытай от горя, Они ушли, покинули тебя. Им партия дорогу указала, Иди и выполняй святой приказ, Чтоб Родина спокойно засыпала. Иди и выполняй святой приказ, Чтоб Родина спокойно засыпала. Спокойно спите, матери, отцы, Невесты, жёны, сердцу дорогие, Храним мы свято честь своей страны. Мы верные сыны твои, Россия, Храним мы свято честь своей страны. Мы верные сыны твои, Россия, И повстречавшись на родной земле, Уйдя в круговорот воспоминаний, Помянем не вернувшихся парней. Единственной минутой молчанья Помянем не вернувшихся парней. Единственной минутой молчанья Единственной минутой молчанья До записи первой кассеты Песни записывались как-то по случаю На каких-то торжественных событиях, Государственных праздниках, Днях рождения, Когда в большой палатке столовой Собирались все ребята, Дружно подпевали. А вот уже первую кассету В Афганистане я записал Вполне осознанно, С надеждой, что эти записи И для меня, и для других ребят Будут иметь жизненно важное значение Как некий музыкальный отпечаток Пребывания и выживания В далеком жарком зарубежье. Записывал кассеты я В вагончике солдатской бани ночью. Ну, почему ночью? Понятно, техника стоит на приколе, Не шумит и напряжение не прыгает. Записывал на качественные Японские аудиокассеты И японские магнитофоны Марки Sony, Panasonic. Ну, так получилось, что по соседству с нами В Шинданде стоял Шинданский госпиталь, С персоналом которого Мы поддерживали дружеские отношения. Вот туда и попали Первые растиражированные Нашими ребятами Мои кассеты. Но этим, собственно, Отчасти и объясняется Их распространенность И популярность Среди ребят афганцев. Кто выписывался из госпиталя Обязательно увозил с собой кассету. Вот еще несколько песен Написанных во второй половине Восьмидесятого года. Песня Фотография Я в кармане своей гимнастерки Твое фото в блокноте храню И в афганских горах на привалах На него я с надеждой смотрю. И в афганских горах на привалах На него я с надеждой смотрю. Сколько сил мне дает милый образ В этой проклятой богом стране От осколков и пуль сберегает И укажет дорогу к воде. От осколков и пуль сберегает И укажет дорогу к воде. Я душою с тобой не расстался И в далеком афганском краю Хоть недолго с тобою встречался, Но тебя больше жизни люблю. Хоть недолго с тобою встречался, Но тебя больше жизни люблю. Ты везде и во всём помогаешь, Может, этого ты не поймёшь. Вдруг случится я падаю духом, Ты со мною в атаку идёшь. Да, мне выпала доля такая, За афганский народ воевать, Над обрывистой кручей ступая, Пыль глотать и ночами не спать. Здесь везде тебя смерть поджидает, И в укрытиях не спят снайпера. Только шаг, лишний шаг твой оплошный, И закроешь глаза навсегда. Дрожь кидает, когда ты увидишь, Что товарищ твой замертво пал. Ещё тёплые руки сжимают, От гранаты холодный запал. Ещё крепче сожмёшь рукоятку, И приклад ты притиснешь к плечу. За кровь друга с огромнейшим гневом Магазин ты подаришь врагу. В голубой тишине на привале Размышляем, за что мы льём кровь. За всех вас, за тебя, дорогая, Отправляемся в горы мы вновь. Видно, смерть меня очень боится, Ведь с задания вернулся я вновь. Вот что делает милый твой образ, Вот что делает наша любовь. Вот что делает милый твой образ, Вот что делает наша любовь. Здравствуй, дорогая из Афганистана. Я бежу, как прежде, Жив я и здоров. Что в часы свободные Ходим по духанам, Пазарнее Кабула Я не видел городов. Что в часы свободные Ходим по духанам, Пазарнее Кабула Я не видел городов. Не могу рассказывать о своей работе, Что всегда с оружием В город я хожу. Что бронежилеты Среди нас в почёте, О ночных дежурствах Тебе я не скажу. Я писать не стану О шинданской пыли, Тряски в БТРах, Горных кишлаках, Как во время рейдов В переделках были И ложились пули Рядом в двух шагах. Не скажу тебе я, Как мы потеряли Лучших из товарищей В этой стороне. Зря своей судьбе Они жизни доверяли И лежать остались На стальной броне. Зря своей судьбе Они жизни доверяли И лежать остались На стальной броне. Лишь одно скажу тебе, Ангел мой хранитель, Что во всех походах Ты была со мной. Тысячей невидимых Связанным нитей Я тебе обязан Тем, что я живой. Тысячей невидимых Связанным нитей Я тебе обязан Тем, что я живой. Песня «Кружат вертолеты» Над горами, цепляя вершины, Кружат вертолеты. Где-то эхом вдали Прогремели последние взрывы. Только изредка ночью Взорвут тишину пулеметы. Проверяя, а все ли мы живы. Афганистан, Афганистан, Афганистан. По афганским дорогам пришлось нам проехать немало. Мы тряслись в БТРах, нам небо служило палаткой. Афганистан, Афганистан, Афганистан. Здесь про страх и опасность мы будто с тобою забыли. И в минуту отчаяния мы научились смеяться. И с друзьями, которых на целую жизнь полюбили, Мы привыкли надолго прощаться. Афганистан, Афганистан. Афганистан, Афганистан. Время медленно шло, только быстро усы отрастали. Снились ночью нам дети, любимые жены нам снились. Но когда, расставаясь с друзьями, прощаться мы стали, Почему-то опять загрустили. Афганистан, Афганистан, Афганистан. Как я уже говорил ранее, в оперативно-боевые группы команды «Карпаты» Были включены офицеры, входящие ранее в так называемое Неструктурное подразделение КГБ СССР, отряд «Зенит». Это отряд, который принимал участие в операции «Шторм-333» По свержению режима Хафизулы Амина в Кабуле. Эти ребята заслуженно возглавили Некоторые оперативно-боевые группы. Так, насколько я помню. Командиром 16-й группы у нас был Володя Поддубный. Командиром 15-й группы Володя Макаров. Оба брали участие в захвате правительственного дворца. Амина. Могу также назвать по памяти Мишу Лопатенко из Молдавии. Он обеспечивал захват аэродрома в Баграме. Станислава Сахацкого из Макеевки. Министерство связи в Кабуле. Эти ребята часто рассказывали о том, как происходили эти события. А Володя Макаров исполнял еще под гитару песни «Рожденные в отряде «Зенит». От него я перенял песни «Зенитовцев». Вот одна из них. Ну, переворот происходил 27 декабря 79 года. И песня называется «В декабре зимы начало». В декабре зимы начало, В декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песнь? В декабре меня кроха спросит, Потирая озявший нос. Папа в земле подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз. В декабре есть еще одна дата Без ответки на календаре. Я тебя целую, как брата На кабульском чушом дворе. Слезы радости вспомни об этом И друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? В суете новогодней ночи Вспомним наш боевой отряд. Третий тост за ушедших навечно Первый тост за живых ребят Третий тост за ушедших навечно Первый тост за живых ребят И еще одна песня тоже из репертуара Отряда «Зенит» На мелодию известной песни из репертуара Петра Лещенко «Журавли». Называется она «Здесь под небом чужим». Здесь под небом чужим, Под кабульской лазурью, Слышны крики друзей, Улетающих вдаль. Ах, как хочется мне, Загляну в амбразуру, Пулеметом глушить По России печаль. День и ночь безразлучно, С боевым автоматом, Пистолет под ремнем, Как братишка родной. Ах, как хочется здесь Обложить землю матом, Слезы радости лит Над родимой землей. Ах, как хочется здесь Обложить землю матом, Слезы радости лит Над родимой землей. Нас с зенитом судьба Очень крепко связала Нам в зените друзей Не забыть никогда. Расплескали мы крови По Кабулу днем мало, И придется еще, Коль возникнет нужда. И приехав домой Не забудь эти встречи, Прилетел не забудь Как вершили дела Не забудь всех друзей Не забудь ты их плечи Их поддержка тебе Счастье в бой принесла Здесь, под небом чужим Под Кабульской лазурью Слышны крики друзей Улетающих Ах, как хочется мне Загляну в амбразуру Пулеметом глушить По России печаль Ах, как хочется мне Загляну в амбразуру Пулеметом глушить По России печаль Ну те, кто интересуется моим творчеством, знают, что в моем литератуаре немало песен, В которых упоминается Тема десанта. В нашей команде Карпаты На рядовых должностях Стрелков, водителей, радистов Было немало спецрезервистов Бывших десантников. Кроме того, с подразделениями ВДВ Мы проводили совместные Чикистко-войсковые операции. Что сказать, десантники Это профессионалы своего дела Беззаветно преданные своей стране. Не зря я на первой кассете Которая вышла в Афганистане Записал очень популярную В 60-х годах прошлого века Песню «Баллада о парашютах». Ее автор Михаил Леонидович Анчаров Поэт, прозаик, драматург В 1941 году он ушел в армию Был десантником В 1944 году закончил Институт военных переводчиков Воевал в Маньчжурию Награжден орденом Красной звезды Многими медалями. После войны начал писать Песни на стихи Собственного сочинения. Об Анчарове Как об одном из первых бардов Хорошо отзывается Владимир Высоцкий Считая его своим учителем. Позвольте я исполню сейчас Песню Анчарова Баллада о парашютах Парашюты Парашюты рванулись И приняли вес Земля колыхнулась едва А внизу дивизии Эдельвейс И мертвая голова А внизу дивизии Эдельвейс И мертвая голова Автоматы выли, как суки в мороз Пистолеты били в упор И мертвое солнце На стропах берез Мешало вести разговор И мертвое солнце На стропах берез Мешало вести разговор И сказал Господь Эй, ключари, Отворите ворота в сад Даю приказ От зари до зари В рай пропускать десант Даю приказ От зари до зари В рай пропускать десант И сказал Господь Эта ж кошка летит В лагушинский атаман Череп пробит Парашют пробит В крови его автомат Череп пробит Парашют пробит В крови его автомат Он врагам отомстил И лег у реки Уронив на камне висок И звезды гасли Как угольки И падали на песок И звезды гасли Как угольки И падали на песок Он грешниц любил А они его И грешником был он сам Но где ты святого Найдешь одного Чтобы пошел десант Но где ты святого Найешь одного Чтобы пошел десант Так отдай же Георгий Знамя свое Серебряные стремена Пока этот парень Держит копье На свете стоит тишина Пока этот парень Держит копье На свете стоит тишина И скачет лошадка И стремя звенит И счет потерялся дня И мирное солнце Топочет Зенит Под ковою По камням И мирное солнце Топочет Зенит Под ковою По камням Вечера Вечер Вечера И мероприятия Аплодисменты Еще одна песня Посвященная Десанту Раньше она называлась просто «Песни десантника» Но потом, когда я записывал альбом «Будь проклята война», Попросил аранжировщика сделать аранжировку в такой несколько креативной творческой форме. И я ее переименовал в десантный рок. Послушайте. Лишь только солнце спустилось за лесом, Лишь только вечер окутал всю планету. Молча десант в самолеты вошел, Увидев сигнал ракеты. Молча десант в самолеты вошел, Увидев сигнал ракеты. Мы будем прыгать в глубоком тылу, Громить штабы и ракетные базы. Мы ставим на карту судьбу свою, Надежность ее не проверим даже. Мы ставим на карту судьбу свою, Надежность ее не проверим даже. Друг, через левое плюнь плечо, Выбрось из ранца хлеба буханку, Пару гранат положи еще, Хлебом не бросишь потанку. Пару гранат положи еще, Хлебом не бросишь потанку. Кому повезет, останется жить, Кому суждено совсем иное, Под куполом белой на землю плыть С прострельной головою. Работу окончили мы до рассвета, Земля дымится чуть позади. Базы ракетной, песня спета, Десант уходит, растворяясь в ночи. Базы ракетной, песня спета, Десант уходит, растворяясь в ночи. Поскольку мое выступление все же посвящено Дню органов государственной безопасности, Я не могу не вспомнить о таком славном подразделении Комитета госбезопасности СССР, Как курсы усовершенствования офицерского состава. Сокращенно КООС. Оперативный состав КГБ СССР Готовили к действиям в составе оперативно-боевых групп На особый период. Ну то есть в начале войны. Они должны были действовать в глубоком тылу Или на территории противника. Решение о создании курсов в системе высшей школы КГБ СССР Было принято в 1969 году, А в середине 1970 года Курсы начали свою работу в городе Балашихо, в Подмосковье. Ежегодно курсы проходило около 60 человек. Длительность подготовки занимала 7 месяцев. Для курсантов преподавали дисциплины, Которые были нацелены на подготовку Командира разведывательно-диверсионного подразделения. Там были специальная физическая, огневая подготовка, Воздушно-десантная, горная, Специальная тактика, минно-подрывное дело, Топография, навыки разведдеятельности, Ну и опыт партизанской борьбы. За подготовку спецрезервистов на случай военных действий Отвечал 8-й отдел управления С. Нелегальная разведка. Первого главного управления. Это разведка. Из КОС вышли отряды «Зенит», о котором я уже говорил, Отряд «Каскад», в котором я служил. Ну и, конечно, «Вымпел». «Вымпел» — это эксклюзивное подразделение. Такого не было ни в одной из спецслужб мира. Накануне афганских событий в июне 79-го года очередной выпуск КОС был досрочно выпущен. И 5 июля 79-го года почти весь выпуск убыл в Афганистан в составе сформированного на базе КОС отряда «Зенит». Командир отряда, руководитель курсов, полковник Боярина. Этот отряд, численность которого к декабрю 1979 года достигла 150 человек, как я уже говорил, участвовал в операции по свержению режима Хафизулы Амина 27 декабря 79-го года. Выпускники курсов Александр Малашонок и Олег Рахт написали песню в свое время. Называлась она «Бой затих у взорванного моста». Ну а потом, с полным основанием, эта песня стала называться «Гимном КОС». Послушайте, пожалуйста. Бой затих у взорванного моста, КСН расстаяла во мгле, Сам Паде, не терпящий удобства, Умирает на сырой земле. Жаркая нерусская погода Застывает на его губах Звезды неродного небосвода Угасают в голубых глазах Умирает он, не веря в сказки, Жав в руках разбитый пулемет. И к нему в набедренной повязке Кражеский наемник подойдет, Подойдет, посмотрит, удивится, Взгинет пистолет, прищурив глаз. Скажет, много резал бледнолицых, Русских буду резать в первый раз. А в России зацвела речиха, Там не бродит дикий папуаз. Есть в России город Балашиха, Есть там ресторанчик бычьих глаз. По субботам и по воскресеньям Люди в ресторан идут гурьбой, Среди них идут держаролненье, Парни с удивительной судьбой. По субботам и по воскресеньям Люди в ресторан идут гурьбой, Среди них идут держаролненье, Парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, По беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки Называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, В неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет Проходная возле дурнии. Если где-то гром далекий грянет, В неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет Проходная возле дурнии. Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии Спасибо большое. Давайте немножко прервемся, передохнем. Если кому-то что-то подписать, давайте после концерта. Хорошо? Давайте еще померить Игорь Норозовый. Обязательно. Давайте подождем. У меня в концерте есть цикл песен Игоря. Давайте, когда я исполню эти песни. Я знаю, что он пел. Ну, давайте подождем. Хорошо? Спасибо. Спасибо.